По признанию докторов из КНР, успешно локализовавших у себя в стране вспышку коронавируса, медицинская маска наряду с соблюдением дистанции между людьми и мытьем рук почти 100% ограждают от инфекции. В России в некоторых городах отмечается дефицит этих средств защиты. В связи с этим, по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени, увеличено производство масок на территории областной столицы. Некоторые предприятия перестраиваются на выпуск востребованной продукции. В России наш корреспондент побывала на фабрике, где заработала линия по пошиву этих средств защиты. С подробностями Наталья Чекет. Количество людей на улицах областной столицы заметно уменьшилось. Многие стараются оставаться дома. Но все равно некоторым приходится выходить на улицу, посещать поликлиники, пользоваться общественным транспортом. Наша съемочная группа выяснила, носят ли маски жители областной столицы. Конечно же, лучше носить маску. В аптеках нет. Мне тоже сегодня я из больницы, иду, рекомендовали маску одеть, но в аптеках маски нет. Что береженого Бог бережет, почему в аптеках нет элементарного, нет масок. Они очень нужны, просто у меня старые запасы, вот я ими пользуюсь. Без маски, потому что в аптеках нет масок. Почему вы? Все. Была утром маска, я приходила. Все, она вышла. Действие закончилось, все, я сказал. Как два часа. Я не успел сшить. А вы шьете сам? Да. А почему? Потому что закончились в магазине. Не можете купить? Не, не можем. В сложной эпидемиологической ситуации по поручению губернатора увеличено производство масок. Это связано с тем, что многие жители обращались с жалобами на отсутствие средств защиты. На заседании рабочей группы госсовета по предотвращению коронавируса Игорь Руданя отметил, что этот вопрос необходимо решить в кратчайшие сроки. Наше население выражает обеспокоенность недостаточным наличием, недостаточными предложениями следствия индивидуальной защиты в аптечной сети. Мы все понимаем, что мы должны представлять на федеральный уровень, у нас есть задания, договора, но надо не забывать, что мы тоже являемся субъектом Российской Федерации. В срочном порядке многие предприятия перестроились на выпуск востребованной продукции. Например, в Твери на одном из крупных производств по пошиву одежду запустили линию масок из мандапалама и медицинской марли. Это достаточно серьезная защита, четырехслойная. Может быть, шестислойная защита, то есть два слоя бязи и четыре слоя марли. В день у нас получается порядка пяти тысяч масок. Мы наращиваем обороты и, думаю, что какую-то нищу мы закроем. Маски в основном направляются на производство Твери и Тверской области, в сферу услуг и в аптечной сети. Эти маски многоразовые, их можно стирать и, прогладив утюгом, применять на следующий день. Достаточно использовать в сутки пять штук. А одноразовые маски производят в Торопецком районе. Здесь изготавливают более 260 тысяч в сутки и около 8 миллионов в месяц. Процесс полностью автоматизирован от нарезки материала до упаковки готового изделия. Работники, которые работают на масках, они только пересматривают бракованную продукцию и избежание попадания ее в клиенты. То есть они на выходе забирают эти коробки с масками и пересматривают каждую маску. Они уже на автомате их как деньги просто проверяют. Маски с этого завода направляются в лечебные организации. Все поставки формируются по заявкам. Для аптек они не предназначены. Тем временем активизировались предприимчивые дельцы, которые предлагают купить медицинские маски по завышенным ценам. Начальная стоимость за одну штуку составляет 70 рублей. При их реальной цене в пределах 3-5 рублей. Как правило, объявления расклеивают на остановках или размещают в интернете. Стоимость масок доходит до 70 рублей за штуку. Мы отправили запрос в пресс-службу правительства Тверской области с вопросом о регулировании поставок в тверские аптеки и лечебные учреждения, больницы и поликлиники. Ситуацию нам обещали прокомментировать в ближайшее время. О чем мы расскажем дополнительно.